всем здарова сам я даниил и сегодня у нас обзор фитнес-часов от сяоми а я называется сяоми mi bn 6 ну что ж купили мы их в сети линьки за 3420 вроде они были по акции короче у нас были по акции часы вот мы их решили взять как раз на обзор как раз вы посмотрите и короче все такое короче купили моих воскресенье вообще вот воскресенье за их мы взяли и в принципе часы мне понравились с первого взгляда при мне прям приглянулись они и я расскажу о всех сегодня характеристиках как их запустить хотя как запустите на не смогу рассказать короче оставлю ссылку на подробную инструкцию как запустить эти часы короче или фитнес-браслет короче оставлю подробную инструкцию в описании оставлю видео на подробную инструкцию в описании как их правильно запустить давайте перечислим все основные характеристики этих часов тут у нас есть короче то есть хороший дисплей амоледовский блин то есть яркий дисплей Также у нас есть датчик отслеживания, как там, кислорода в крови вроде он называется. Также есть стресс-мониторинг. Типа вы можете мерить свой стресс, насколько вы... Ну как, типа спокойно вы, неспокойно, короче, всё такое, да. И также у нас тут есть, блин, не фокусируется, 30 спортивных режимов, короче, у нас тут есть. Тут есть режим плавания, режим сна, режим... Что это такое? Наверное, быстрая зарядка здесь, не знаю, короче. Ладно, давайте приступим к распаковке. Так, ну что ж, открываем. Так, открываем и вытаскиваем коробку. Так, они, конечно, у меня включены, потому что я их зарядил. Тут у нас есть, конечно же, кабель вот такой. Вот такой кабель у нас есть. Магнитный, можно так сказать. Заряжать им фитнес-браслет вот так вот. Давайте посмотрим на него. Вот такой он длины, не такой же большой, я думал, будет больше. Короче, этой стороной мы подключаем к часам, а этой стороной мы подключаем в блок питания. К сожалению, блока питания в комплекте нет. Не знаю, почему нет блока питания. Не знаю, или от Xiaomi покупать блок питания, или какой-нибудь свой вставлять, не знаю. Сами часы у нас тут есть в комплекте, конечно, куда же без них. А также есть большая документация. Вообще прям гигантская книжка вот такая вот. Документация. Такая документация есть у нас на разных языках, как мне кажется. Так, ладно. В принципе, мы разобрались. Что тут всё у нас? Так, ну что ж, теперь сами часы. Короче, распаковываем наши часы. Так-с, часы у нас выглядят вот так. Так, они у меня запустились тут, ну ладно. Короче, тут есть, конечно, ремешок для них, чтобы можно было надеть, наверное, куда же без них. Также сзади есть все датчики, типа шагомер, вот это всё, давление кислорода, кислород в крови там, пульс мерить. Вот это всё тут есть. И ещё вот есть вот этот разъём. Ну как разъём? Сейчас я вам покажу. Это, скорее всего, не разъём, а порт для зарядки. Ну такой порт для зарядки у нас. Короче, вставляем мы его вот так вот. Так, сейчас мы. Так, ну так, короче, вставляем. Раз, и всё. У нас типа на магните. Как я знаю, в прошлых поколениях Mi Band'а надо было снимать капсулу вот эту вот всю. И потом как-то там их подключать уже. Не, у них был специальный лоток, ложишь туда вот так, и они должны были заряжаться, как я знаю. Точно не помню. Так, давайте уберём лишний мусор из кадра, чтобы ничего не было. И давайте смотреть на эти часы. Сзади мы уже всё перечислили, в принципе. Давайте перейдём к дисплею. Так, дисплей, включайся. Так, вот такой у нас дисплей. Тут, значит, есть. Так, вот главный экран у нас, главное меню, как там, не знаю, как назвать. Короче, вот такой экран, Amoled'овский. Вообще, прикольный экран, прикольный экран. Вот некоторые мне говорили, что типа у него будет маленький дисплей, такой вот. Не знаю, у меня дисплей, в принципе, нормальный такой. Ну, конечно, могло быть и больше, но ладно уж. В принципе, неплохой дисплей. И, как я знаю, в Mi Band 5 здесь были рамки, вот такие рамки, да. Были рамки, короче, вот здесь. А это уже безрамочный экран тут идёт. Ладно, давайте, в принципе, спустимся вниз. Короче, чтобы активировать часы, надо или их типа надеть, вот так вот, поднять вверх, и они активируются. Или нажать на них, и всё. Вот они заработали. Тут у нас показывается всё на главном экране. Бля, фокус вообще отвратительный просто сегодня. Короче, тут у нас есть шаги, сколько мы прошли, вон, видно. Наверное, это сколько калорий мы сожгли оранжевое. Это, наверное, заряд батареи у нас. И по И, не знаю, что это такое вообще. Вообще без понятия. Так, ладно. Тут у нас есть статус. Нажимаем. И тут у нас всё показывается. Сколько мы шагов прошли. Сколько расстояний прошли. Сколько нас сожгли калории. Вот это всё. По И. Не знаю, что это такое сейчас там. Есть пульс у нас. Мы тоже потом его померим. Также у нас тут есть режим сна. Давление. Блин, давление. Кислород в крови, короче. Так, блин. Уведомления есть. Что даже очень удобно. Короче, вот такие вот у нас тут настройки. Ой, настройки, блин. Уведомления. Короче. Типа вам написали на WhatsApp, ВК. Вы, типа, часы завибрировали. И вы уже посмотрели, что тут вам написали. Также у нас есть 30 режимов тренировок. Бег на улице. Беговая дорожка. Ходьба. Езда на велосипеде. Велотренажёр. Грибной тренажёр. Странно, что это такое. Арбитрек. Какой-то у нас бассейн. Йога. И скакалка. Ну и, короче, тут до хрена всего. Вот что насчёт бассейна. То есть, тут у нас есть защита от влаги. Но я ещё не проверял. Потому что страшно проверять. И вдруг это всё наёбка. И мои часы, блин, утонут нахер. Ну ладно. У нас тут есть вот тот самый уровень стресса. Да, появился. В MiBendy 5-ом его вроде не было у нас. Так. Тут у нас есть история тренировок, конечно. И дыхание. Да, дыхание типа. Расслабьтесь. Что-то написано. Расслабьтесь и выполняйте дыхательные упражнения. Вот так вот. Так, ладно. Тут у нас есть события. Можем свои написать. Будильник. Есть погода. Музыка. Да, мы музыкой можем управлять. И также мировые часы. Также есть тут настройки. Тут можно отрегулировать яркость. Вот так сделаем. А то у меня не фокусируется. О! Так лучше. Короче. Также у нас есть дополнительные настройки. Ну, не знаю, дополнительные, не дополнительные. Фонарик есть. Но это фонариком можно... Ну, фонарик это слабо назвать. Блядь. Не знаю, что я сказал. Короче, фонарём это никак не назовёшь. Также у нас тут есть камера. То есть, вы можете с часов, с фитнес-браслета, фотографировать. Типа поставить свой телефон куда-нибудь и фотографировать уже с часов. Очень удобно, кстати. Тут есть секундомер, таймер. На... Чё это? Найти устройство. И режим без звука. Да. Вот так вот. Так, ладно. Давайте, в принципе, перейдём к основным фишкам. Это у нас... Это у нас... Блядь. У нас это пульс. Да. Давайте вот померяем пульс. Как раз наденем на руку. Надеваются они на левую руку. Такой тут браслет. Так, ща их нормально сделаю. А то не очень удобно будет. Короче. Вот так надеваем их. И всё. Блядь. Соскочили. Ща надену и продолжим. Ну что же. Вот я наделал, наконец-то, эти часы. Короче. Тут есть всё. Много. Типа, как там. Вот, короче, много этих. Не знаю, как они называются. Наверное. Типа, чтобы вам туго не было. Вот это всё. Короче, застёгивайте. Как вам удобно, так и вы оставляйте. Короче, вот так вот. Они нормально держатся. В принципе, не спадают никуда. Давайте как раз померим пульс. Давайте посмотрим. Так, давайте. Чё там написано? Пожалуйста, не двигайтесь. Да. Потому что если будешь двигаться, они, блин, просто напишут. Ошибка произошла. Так, 98. Написано без нагрузки. То есть, вы сейчас не под напряжением находитесь. Лёгкая. 104. 105. 107. Даже не знаю, сколько в минуту должно быть ударов. Пульсы, блин. Так, лёгкая. 104. 104. Ладно, вообще ни хрена не понял. Ну ладно. И кислород в крови. Контролируйте уровень кислорода в крови. Давайте. Плотно застёгивайте браслет и не двигайтесь. Окей. Измерение идёт у нас. Постарайтесь не двигаться, написано. Вернуться вверх. Ну ладно. Так, ладно. 104. Плотно застёгивайте браслет. Плотно застёгивайте браслет. Короче, будет писаться это внизу у нас без остановки. Чтоб вы поняли. Так, 104. Да, долго, конечно, будет измерять. Но ладно, может, подождём. Подождём. На. Идёт измерение. 108. Такс. Честно, не знаю, за что отвечает кислород в крови. Я в этом не разбираюсь. Я так просто решил. Решил вот так сделать. Решил проверить, как они мерят кислород в крови. Короче, купили мы их в воскресенье. На той неделе. Сегодня у нас понедельник. Так. Чё, бля, произошла ошибка? Ну да, вот. Короче, произошла ошибка. Наверное, я двигался очень много. Потому что тут во время обзора нормально ничего не сделаешь. Так, ладно, давайте. Теперь уровень стресса. Посмотрим, стрессом ли я состояние. Посмотрим. Хотя, знаете что? Можно даже вот так сделать. Как я сразу не додумался до этого. Просто вот так. Снять их, короче. Так. Так. Уровень стресса. И всё. Сделаем вот так, будет проще. Идёт измерение. Плотно застёгивайте браслет, блин. Постарайтесь не двигаться. Ну окей, окей. Не будем двигаться. И, короче, обязательно надо скачать сначала приложение Mi Fit, чтобы активировать эти часы. Короче, вы скачиваете их в Play Market. Потом вас просят создать аккаунт или подключиться через Google, там, Facebook. Не знаю, уже не помню, что там было написано. И после этого вам надо указать, типа, свой вес, возраст, сколько вам там... Это как вот там... Можно ставить цели себе там, сколько вы шагов хотите пройти в день. И потом часы, вот эти наши, будут показывать ваши цели. Сколько вы должны пройти шагов. Короче, много чего. Интересного будет. Так, произошла ошибка. Короче, понятно, блин. Наверное, я двигаюсь. Ну ладно. Такс. Так, дыхание. Дыхание – это у нас, короче, расслабьтесь и выполним дыхательное упражнение. Расслабьтесь. Окей. Вдыхать я и вдыхать я в акт анимации. Ну окей. Вдох. Да, короче, понятно. Вот так вот. Вдох, выдох. Делать одну минуту. Ну, короче. Вы можете сами регулировать время упражнений дыхательных. Так, что у нас тут интересного ещё есть? Так, будильник. Да, мы можем поставить будильник, но не знаю, зачем он тут, вообще, этот будильник. Так, потому что я с часами лично не сплю. Я их на ночь снимаю. Вот такой будильник у нас тут имеется. И, короче, мне кажется, всё, что тут было, я показал. А, и приложение Mi Fit. Сейчас я вам покажу. Так, на другом телефоне я скачал приложение Mi Fit. Вот оно. Mi Fit называется. Открываем, короче. Так, давайте откроем Mi Fit наш. Так, и видите, тут вам надо создать аккаунт. Или, блин, или, короче, создать аккаунт. Вам тут нужно вот такой вот. Ввести, типа, адрес электронной почты, ввести свой пароль. Создать аккаунт можно свой, короче. Короче, много чего. Но вы можете войти, конечно, через сторонний аккаунт. Типа аккаунт Xiaomi, аккаунт Facebook, Google. Google, это, я не знаю, что это такое, но ладно. Ну что ж, теперь настало время проверить наш шагомер. Короче, нажимаем на кнопку Go. Так. Вот так вот. И всё. Нам пишут плотно застегивайте браслет. Но реально, чем плотнее ты застегнёшь, тем лучше будет результат, короче. Вот так вот идёшь, идёшь ты. Так, давай. И вот у нас пошли шаги. 11, шагов 13, 14. Вот так вот, короче. 21 уже, 22, 23, 24. Короче, вот такой у нас шагомер, в принципе, хорошо мерят. И, короче, если вам понравился данный обзор на эти фитнес-часы, конечно, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И хотел бы я вас поблагодарить за 300 подписчиков и за 50 тысяч просмотров на нашем канале. Ну что ж, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, спасибо, что лайкайте, короче. Ну что ж, и ещё раз повторюсь, подробную инструкцию на настройки этих фитнес-часов я оставлю в описании под этим видео. Просто я не мог вам нормально объяснить, как их нормально настроить, первоначальный настрой, короче. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok